Здравствуйте! Вот уже который раз нашу программу приглашают на чествование свадебных юбиляров. Я с радостью соглашаюсь, мне очень нравится рассказывать истории о крепких семейных отношениях. И вот еще одна о золотой семье Смирновых сегодня в нашей программе. Как-то к совместной жизни, к семейной, совсем была не готова. Мне тогда было 19 лет. Когда мы расписались, пришли, у нас начальник сказал, так, будете работать в разных отрядах. Вы молодые, рожать вам рано. Детей заводить рано. Вы родите, кто работать будет. Ну, я была дочкой, я была внучкой. Потом я стала невесткой. Новая роль. А как быть хорошей невесткой? Да, анализ своей жизни. А у нас, когда в поле мы были, когда у нас параллельно двигались лагерями, ну, нет-нет, мы бегали друг к другу. Километров за 15 в гости. Мы всегда понимали, что это один раз на всю жизнь. 8 декабря 2023 года. Петрозаводский дворец бракосочетаний. Родные, близкие, друзья чествуют золотых юбиляров. Алексея и Татьяну Смирновых. Приятное волнение и неожиданности. 50 лет назад у них тоже было все это. Народу было. 80 человек у нас было на свадьбе, потому что... Это заказанных было 80. Молодежь, была молодежь, были наши коллеги, наши наставники, потому что мы тогда были молодые. После техникума пришли работать, и поэтому у нас были очень хорошие мамочки, папочки, наши наставники. Поэтому был очень большой праздник. Мы заказывали зал. Большой был зал занят, маленький зал. В маленьком зале не было музыки. Как без музыки? Пришли, сказали, уже после заказа, пришли, сказали, что... Ну нет, взял, ребята большого есть, только маленький, но у них нет музыки. Девчонки подсуетились, сказали, какие проблемы. У нас и брал ансамбль. У нас и брал ансамбль. Свой ансамбль. Свой экспедиционный ансамбль. Да, и вот... Было весело. Круговерно было. Одни ушли, другие пришли, одни ушли, другие пришли. Хорошо было. Большая молодежная свадьба. Большая молодежная свадьба была. Нам вообще по жизни везло. У нас рядом с нами были всегда хорошие люди, у которых было, было чему поучиться. И в плане жизни, решения каких-то жизненных вопросов, и профессиональных вопросов. Поэтому мы действительно счастливые люди. Счастливые и в своей семье, и в обществе, и в то время, в которое мы вот жили и живем. Мы считаем, что мы во всех сферах жизни реализованы, состоявшиеся счастливые люди. Этих двух счастливых людей связала любимое дело – геология. До сих пор они с особой теплотой вспоминают свои полевые сезоны. А любовь у молодых Алексея и Татьяны зародилась вовсе не с первого взгляда. Но их чувства прошли путь в полвека. И сегодня они немножко сдержанно, но трепетно представляют друг друга. Мой муж, супруг Смирнов Алексей Степанович, с которым мы прожили уже более 50 лет. Который всю мою жизнь был рядом. Хорошо прожили нашу жизнь. Смирнова Татьяна Арсеньевна – моя жена. Мы больше 50 лет уже прожили. Считаю, что очень хорошо. Нормально прожили. Вполне прилично. Так что вот молодец. Молодец. Мы оба геолога. Я родилась в городе Кировске. И после восьмого класса пошла учиться в горный техникум на геолога. Алексей приехал из Карелии. Также получать профессию. Учиться в техникуме. На первой производственной практике мы встретились. Были в одном отряде. Но не заметили друг друга. Но судьба нас ввела через год. Это была моя вторая практика производственная. А Алексей уже был молодым специалистом. И здесь мы рассмотрели друг друга. Родилась наша взаимная любовь. С тех пор мы вместе. Молодая девушка. Красивенькая. И так приглянулась. И потихонечку, потихонечку. Завнимал сердце. Сколько было? Почти там два года. Ухаживали? Так. Да. Дружили? Дружили, дружили. Ну и нормально все. Додружились до свадьбы. Предложение молодой Алексей сделал Татьяне во время очередной экспедиции. Помню, что это был густой, еловый лес. Романтика. Романтика. И что-то вот так разговор зашел. Я говорю, ну че, давай, пора жениться. В принципе, после этого мы уже так более-менее стали вместе. На этот вопрос я не сразу даже могла ответить. Он как-то меня врасплох застал, потому что я вот как-то к совместной жизни, к семейной, совсем была не готова. Мне тогда было 19 лет. И просто был рядом человек такой хороший, надежный. Я еще без папы выросла, а он постарше, поэтому как-то вот мне было рядом хорошо, но я не понимала, что за этим следует вот, в общем-то, семейная жизнь. Но подумав, да, взвесила все, дала свое согласие. Мы хорошо поработали в поле, заработали деньги в нашей любимой геологии, приехали, подали заявление в декабре 1973 года мы сыграли нашу замечательную свадьбу. То есть это был рабочий день, и мы отлучились от своей работы, от камеральной, сходили в ЗАГС и вернулись. А там нас ждал очень такой хороший сюрприз, накрытый стол, и наши геологи очень красиво нас поздравили. А на следующий день мы уже сыграли свадьбу. Уже официально в ресторане. Что когда мы расписались, пришли, у нас начальник сказал так, будете работать в разных отрядах. Вы молодые, рожать вам рано, детей заводить рано, вы родите, кто работать будет. И мы работали вот с начала, ну, да до конца практически в разных отрядах. В разных отрядах работали. Вот мы уходили. Но зато это, знаете, очень хорошая проверка и замечательные взаимоотношения, и доверие, и уважение. И это действительно очень крепкая взаимная любовь. А потом, когда появились дети, сын и дочка, нам помогали родители. Самое такое яркое, что вспоминается, это когда мы все съезжались в свой дом осенью, по окончании полевого сезона, привозили своих детей. Они от нас отвыкли, они привыкли жить с бабушками, с дедушкой. И поэтому вот влиться в нашу семейную жизнь было, наверное, трудновато каждому. Но вот это взаимопонимание такое, знаете, на уровне души, любовь друг к другу и детско-родительские отношения, оно все помогало. То есть вот эта ценность семьи крепкой, благополучной, удачной. Вот, наверное, традиция вот такой хорошей, дружной семьи, вот она, наверное, пошла в моем представлении, это вот пример Лешиных родителей. А потом было очень интересно всегда развиваться, развивать себя. Потому что, ну, я была дочкой, я была внучкой, потом я стала невесткой, новая роль. А как быть хорошей невесткой? Да, анализ своей жизни. Потом дети, да, быть хорошей мамой. То есть вот это вот постоянное развитие, оно ведь и придает силы решать все какие-то даже иногда спорные вопросы. Но надо сказать, что у нас на бытовом уровне вот расхождения не было. У нас так, мировоззрение примерно одинаковое, взгляды одинаковые. Поэтому все вопросы было достаточно легко решать. А у нас, когда в поле мы были, когда у нас параллельно двигались лагерями, ну, нет-нет, мы бегали друг к другу. Километров за 15 в гости. У нас было свое время. То есть там есть время установленное, когда с руководством партии, там, экспедиции, происходит связь. То есть назначенное время. А мы еще свое брали время, когда договаривались, что вот, например, 22 часа мы на связи с тобой. И тогда только мы слышим друг друга. И тогда мы могли говорить и слова любви, и слова поддержки, какими-то новостями обмениваться. Это было уже наше личное. Ну, у нас семья сейчас 13 человек. Вот Смирновых 13 человек. У нас еще... Свадья 14. Свадья 14. Это наша семья. У дочери муж. Он за нашу фамилию. Мы всегда чувствовали и чувствуем такую вот ответственность, потому что мы все знаем, что Смирновы – это люди, живущие с миром, и которые несут добро в мир. Поэтому с гордостью носим эту фамилию. Все. Очень хочется, чтобы она и дальше ширилась, размножалась, потому что семь внуков у нас тоже есть такие хорошие мысли, что семья будет расти. Нужно просто доверять друг другу. Вот просто элементарно доверять, верить, что она права, и я прав. И если вот эти права, и право сходятся вместе, и даже если какое-то что-то есть, нужно просто уважать друг друга. Просто уважать друг друга и его мнение. Мне хочется сказать о любви. Превыше всего, когда она настоящая, когда искренняя, когда честные взаимоотношения, то тогда всегда можно решить любой вопрос спокойно, мирно. Потому что, оглядываясь на прожитые 50 с лишним лет, ведь не вспомнить ни одного случая, когда мы как-то поссорились. Вот этого не было. Мы всегда могли мирно договориться. Могли пообижаться друг на друга. Молчать немножко. Молчать. А потом сойти с ним, поговорить. И решить вопрос. И хочется всегда молодым говорить, потому что мне было трудно в молодости открыто разговаривать. Если твой избранник, ты понимаешь, что все, уже жизнь связана, мы всегда понимали, что это один раз на всю жизнь, то просто, чтобы не терять вот эту взаимосвязь, надо побольше, почаще и откровенно разговаривать друг с другом. То, чего сейчас вот мы делаем со своими детьми, со своими внуками, тогда не назревает никаких конфликтов. Они просто... Разговор всегда предупреждает. Можно договориться обо всем. И мы очень ценим то, что вот сейчас раз нас 14, как часто мы можем быть вместе. Потому что это только дни рождения 14 в году, а еще календарные праздники. И всякий раз мы собираемся вместе, дружно. Это разные места. Или в городе, или за городом, или в кафе, или на природе, на пикничке, или на даче у кого-то из наших вот, из нашей семьи. А с старшим внуком уже проблемы возникают. И вот быть вместе, это очень хорошо. Кто-то уехал, кто-то учится у нас. Двое учатся в Ярославле. Ребята то уезжают по своим делам. Кто-то на занятиях. Кто-то на работе. И собрать вот все. И собираются, что удивительно. Самые люди собираются. На важные события семейные все приезжают, собираются. Это очень ценно. Когда каждый из нас ценит быть вместе со своей семьей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова